Футбольный клуб «Партизан» начался в 2015 году. Мы просто собирались и ехали в Ганцовический район на соревнования, а потом решили и придумали название команды. Мы однозначно «Партизан» только на этом названии остановились. Когда мы начинали, у нас вообще ни формы не было, ни мещей. В манишках начинали, потом там ребята шахтера немножко помогли с формой. Мы в первый сезон выиграли кубок этого Ганцовского района. И пошло вот так вот. Мы каждый год ездили за свои деньги на своих машинах, как говорится, за 100 километров. В прошлом году искали спонсоров. Нам посоветовали обратиться к генеральному директору «Трескакта» с фестрой Диулину Денису Александровичу. Он беспроблем нам с удовольствием помог. Конечно, я благодарен ему, потому что, можно сказать, благодаря ему наш путь начался. Первая, скажем, встреча была такая неожиданная, потому что ребята с «Партизана» пригласили меня потренироваться с ними. Я приехал на тренировку, мы провели. Я сказал, что, ну, вроде бы, как футболист, я не смогу вам помочь. Но ребята предложили мне их потренировать. Я взял всего лишь там недельку на раздумья и согласился. На мою первую тренировку пришло 25 человек. Я посмотрел на их глаза, на то, какие они фанаты. Это прям меня так подкупило. Начался сезон. Вначале было тяжело. То, что хотел Николаевич, ну, это выполнимо. Я считаю, в принципе, мы почти справились с этим. Я все равно прошел за этот год, за этот такой короткий сезон второй лиги, эволюцию. Начиная от того, что я пришел просто как буквально вот свежий еще игрок. Там повесил бутсы на гвоздь, как говорится. И я этим ребятам просто хотел дать возможность тренироваться как профессионалы. Было очень интересно поработать, конечно, с Николаевичем, потому что профессионально я футболом не занимался. И тренировки, каждая тренировка что-то новое. И это реально было интересно, необычно. Ты почувствовал себя футболистом. И то, что происходит на данный момент с нашим клубом, с нашими ребятами, это просто космос. То, что они отдаются, и стиль игры у нас стал. Это просто, я говорю, многие ребята достигли уровня просто высшей лиги, хотя они любители. Я горжусь тем, что ребята выросли сами над собой как футболисты, как люди. Ну и это привело к первому месту, это очень хорошо. Матч Кубка Белоруссии, это со спутником. Это в памяти останется. Просто мы играли против мастеров, команда высшей лиги была. Вот самые эмоции, мы сыграли в ничью, только проиграли по пенальти. Я считаю, что для них это был пик. Именно эта игра равная точка, как ребята поверили в себя. Они поняли, что они могут даже на уровне команды высшей лиги хорошо играть. Они полностью почувствовали ту игру, которую я хотел поставить. Мы этот матч все настраивались, на самом деле. И тут как бы пахло победой, на самом деле. Но чуть-чуть нам не повезло. И еще придачу, то, что мы забили на первых минутах, ну это дорогого стоит. Семейная обстановка в команде сложилась. Молодцы друг друга, все поддерживают всегда. То есть как бы всегда поинтересуется и тренер, как там ребенок, например. То есть хорошее отношение в команде сложилось за этот год. То, что я говорю в этом сезоне, что происходит с нами, иногда просто задумаешься и не верится, что два года назад мы играли в районе Ганцевичском, а сейчас это просто с нами происходит. Мы играем на таком шикарном стадионе при своих болельщиках. Я просто благодарен болельщикам, кто нас поддерживает, кто ездит с нами везде, можно сказать, по Белоруссии. Самоотношение каждого, наверное, всех тренеров, игроков, ну все как-то настраиваются профессионально к этому всему. Ну и безусловно, да, экипировка тоже играет роль, то есть условия. Так же, как и поле, самое главное поле, мне кажется. Выдали ту же экипировку, такого, например, никогда не было. Тут любительская команда, все такое, серьезные отношения, то есть вообще, молодцы, конечно. Ну, то есть, конечно, почувствовал себя футболистом за этот год. Они стали играть в тот футбол, который я хотел, и этот футбол приносит им удовольствие. Постоянный контроль мяча, создание очень много опасных моментов. В общем, игры в крупные счета у нас пошли. Это, как бы, для меня самое главное, что я внушил в них уверенность, и они так начали играть. Для наших ребят, для нашего города, что есть такая еще команда, простая любительская, народный клуб партизан. Постоянный клуб партизан. Продолжение следует...